Здравствуйте! Вы смотрите вечерний выпуск новостей в студии Телли Гусейн Зады. Вначале коротко о главном. Франция никак не может переварить победу Азербайджана. Об этом представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил в интервью французской газете «Лемонт». Самая мощная комбинированная атака ракетами и БПЛА по Украине с начала войны. Удары по Киеву, Харькову, Одессе и остальным крупным городам Минэнерго Украины сообщают о сильных перебоях с электричеством вследствие повреждения инфраструктуры. В следующем году неправительственная организация Азербайджана составит карту горнодобывающей промышленности Армении. Компания «Сокар Грин», созданная госнефтекомпанией Азербайджана, будет специализироваться на проектах в сфере возобновляемой энергетики, производстве зеленого водорода и управления углеродом. Это создаст новые возможности для развития экономики страны. Франция никак не может переварить победу Азербайджана. Об этом представитель президента страны по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил в интервью французской «Лемонт». Причиной ухудшения отношений между Баку и Парижем является несправедливая предвзятая проармянская позиция, занятая Францией в вопросе армянно-азербайджанских отношений, отметил Эльчин Амирбеков. По его словам, Франция, оказывающая Армении всякого рода дипломатическую, экономическую, а в последнее время еще и военную поддержку, подрывает перспективы достижения мира между Азербайджаном и Арменией. Попытки использовать различные международные площадки вроде Совета безопасности ООН, Европейского Союза и его институтов для продвижения откровенно антиазербайджанских инициатив не только окончательно подорвали и без того сомнительную репутацию Франции в качестве возможного посредника, но и нанесли серьезный урон доверию в Баку в отношении самого Европейского Союза, где Франции отведена одна из ведущих ролей. Поставки Парижем смертоносного вооружения Еревану, подчеркнула Амирбеков, подрывают безопасность в регионе Южного Кавказа и искусственно отдаляют перспективы достижения мира между Арменией и Азербайджаном. В генеральном штабе Азербайджанская армия в главных управлениях, службах и самостоятельных отделах Министерства обороны, а также во всех видах войск и специальных военно-учебных заведениях состояли заседания по итогам 2023 года. В ходе заседания был проведен обстоятельный анализ деятельности Азербайджанской армии в текущем году, отмечен высокий уровень боевой подготовки и морально-психологического состояния военнослужащих, достижения в результате успешных реформ в Азербайджанской армии. На заседаниях обсудили предстоящие в следующем году меры и планы по организации служебно-боевой деятельности на высоком уровне, улучшению социально-бытовых условий, повышению знаний и навыков военнослужащих. Ну а в заключение были награждены военнослужащие, отличившиеся на военной службе по итогам текущего года. Великое возвращение бывших вынужденных переселенцев на территории освобождения от оккупации и их реинтеграции в экономическую деятельность было объявлено одним из пяти национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана, которые планируется реализовать к 2030 году. За три года после победы из государственного бюджета страны на работы по восстановлению реконструкции в Карабахском и Восточно-Зангизурском экономических районах было выделено 12 миллиардов монатов. В госбюджете 2024 года на эти цели предусмотрено еще 4 миллиарда монатов. Программа великого возвращения на освобожденные от армянской оккупации исконные азербайджанские земли входит в число приоритетов государственной политики. В рамках успешно реализуемой программы на сегодняшний день обеспечено возвращение переселенцев в города Лачин, Физули, села Агалы, Забух и Талыш. Предстоящие три года планируется вернуть в родные края до 100 тысяч переселенцев. Реализуемые проекты создают благоприятные условия для возрождения Карабахского и Восточно-Зангизурского экономических районов, устойчивого расселения граждан, а также превращения этих территорий в высокоразвитый регион. Согласно поручению главы государства, перед Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев была поставлена важная задача по подготовке и эффективной организации возвращения жителей в прежние места их проживания. Работа по реализации этих задач является важной частью повседневной деятельности Госкомитета. В рамках первой программы по великому возвращению на освобожденную от оккупации территорию Азербайджанской Республики по сей день обеспечено возвращение 1104 семей, около 4400 лиц, бывших вынужденных переселенцев на свои земли в Восточном Зангизуре и Карабахском экономическом регионах. И, естественно, осуществление, реализация государственной программы будет продолжено. До конца 2026 года планируется обеспечить возвращение 34500 семей, около 140 тысяч лиц, бывших вынужденных переселенцев на свои родные земли. 44-дневная отечественная война положила конец продолжавшейся почти 30 лет оккупации Карабаха и Восточного Зангизура. Она раз и навсегда покончила с армянским сепаратизмом на азербайджанской земле. А для наших соотечественников, в своё время вынужденных покинуть свои родные края, были созданы все условия для возвращения домой. Я всегда говорила, что если бы я смогла стать птицей, то обязательно, хоть на день, улетела бы в родные края, чтобы вновь увидеть мой родной губадлы. Но это были несбыточные мечты. Сегодня же я вновь стою на родной земле. Я очень счастлива. Это непередаваемые чувства. Моему счастью просто нет предела. Как только я приехал, сразу поцеловал родную землю. Нас не было здесь почти 30 лет. Сегодня здесь очень красиво. Всё благоустроено. Созданы все условия для проживания. Государство построило для нас новые уютные дома. Азербайджан всегда оказывал внимание и заботу вынужденным переселенцам. Президент Ильхам Алиев продолжил меры, предпринятые великим лидером Гейдаром Алиевым по их социальной защите и улучшению условий жизни. И даже сегодня решение вопросов, связанных с бывшими вынужденными переселенцами, входит в число приоритетов государственной политики Азербайджана. Мы возвращаемся в наш Латчин, на свою родину. Мне было 23 года, когда я покидала родной край. Сейчас мне 54 года. Нам грустно и в то же время мы очень рады. Грустим по нашим сынам, нашим героям, отдавшим жизни за территориальную целостность Азербайджана. Переселение на освобожденных территориях осуществляется поэтапно. На начальном этапе бывшим вынужденным переселенцам, проживающим в тяжелых условиях во временных поселениях, предоставляется возможность вернуться в родные края. Каждая из этих семей обеспечивается жильем. Распределение домов осуществляется путем жеребьевки на основе действующих в настоящее время правил предоставления новых жилых помещений. На сегодняшний день в село Агалы Зангеланского района, село Талы Штертерского района, в город Лачин и село Забух Лачинского района, город Физули, были переселены около 1012 семей. А это более 4000 человек. До конца 2026 года предусматривается возвращение в Карабах и восточный Зангизур более 140 тысяч человек. «Говоря о чувствах, они у меня смешанные. Мы здесь. Мы вернулись. Я много плакала. Ровно 32 года мы были разлучены с родным Забухом. Мы вернулись на родину, по которой тосковали много лет. У меня столько положительных эмоций, что все не передать словами. Мы и плачем, и радуемся. Помню те годы, когда покидали село. Нас изгнали отсюда. Я крепко держала детей за руки и бежала. Я помню каждое мгновение этих ужасов и никогда этого не забывала. Нам пришлось очень тяжело. Никому не пожелаю такого. Спасибо нашим солдатам за то, что теперь мы дома». Основной проблемой, задерживающей процесс Великого Возвращения, являются мины. Азербайджан входит в число стран мира, территория которых наиболее загрязнена смертоносным грузом. Данный фактор негативно влияет на реализацию права сотен тысяч бывших вынужденных переселенцев на безопасное и достойное возвращение домой. По подсчетам международных экспертов, Азербайджану потребуется около 30 лет времени и большое количество средств, чтобы полностью разминировать освобожденные территории. Пиаридуня Малиева, CBC. В следующем году НПО Азербайджана составит карту горнодобывающей промышленности Армении. Первый в истории такого рода проект позволит быть проинформированным об угрозе, исходящей от предприятий Армении экологической среде Южного Кавказа. В 2024 году будет впервые выпущена карта горнодобывающей промышленности Армении, которая наглядно продемонстрирует всему миру, какую угрозу эти предприятия представляют для экологии региона. Об этом сообщил председатель общественного объединения картографа Азербайджана Бугабир Байрамов. Он сказал, что этот проект станет первой работой возглавляемого им НПО. Эта идея возникла, когда летом президент Ильхам Алиев проводил совещание и подробно описал угрозу, которую представляют горнодобывающие предприятия Армении для экологии региона. Мы подумали, что следует подготовить такую карту, собрать информацию о нанесенном Армении ущербе окружающей среде. Эта ситуация представляет угрозу не только для Азербайджана, но и для всего региона. Мы уже собрали определённую информацию, но пока она ограничена, так как Армения всячески старается скрыть её. Карта горнодобывающей деятельности Армении будет опубликована на трёх языках – азербайджанском, английском и армянском. На ней будут указаны азербайджанские топонимы – аронимы и гидронимы. В следующем году Азербайджан примет у себя важное климатическое мероприятие – КОБ-29. По словам Мугабиля Байрамова, эта карта будет представлена иностранным НПО, которые приедут в Азербайджан, чтобы им была более ясна угроза, исходящая от горнодобывающих предприятий Армении для экологии Южного Кавказа. На территории Армении есть около 1700 топонимов, гидронимов и аронимов азербайджанского происхождения. На карте мы будем использовать именно их. Проект будет реализован также на армянском языке, чтобы армянская общественность тоже знала всю правду о ситуации. 2024 год – это год КОБ-29. В нашу страну приедут около 80 тысяч человек. Мы постараемся представить эту карту всем присутствующим на мероприятии. Не раз азербайджанские, а также иностранные НПО делали обращение в связи с экологической катастрофой, вызванной горнодобывающей промышленностью Армении. В августе гражданские общества представили отчёт о космическом мониторинге действующих там месторождений. В него включены результаты космического наблюдения за 26-ю рудодобывающими месторождениями, расположенными на территории республики. Среди них – Кафанская горнодобывающая промышленность, Арджутский золотой рудник, Сотский золотой серебряный рудник, Агаракский медный молибденовый рудник, Гафанский марганцевый завод и другие. Представители НПО требуют от Армении представить экологические отчёты по их эксплуатации в соответствии с обязательствами в рамках существующих конвенций. Турция планирует производить совместно с США двигатели для истребителей F-16, чтобы в будущем использовать их в своих самолётах КАН. Анкара заявила о желании открыть на своей территории производство двигателей F-110, которые сейчас применяются на этих истребителях. Отмечается, что первый полёт КАН запланирован уже на январь 2024 года. Турция планирует открыть на своей территории производство двигателей F-110 американской корпорации General Electric, которые применяются на истребителях F-16. Анкара планирует оснащать ими боевые самолёты пятого поколения КАН компании Turkish Airspace Industries. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По его данным, Анкара уже запросил у Вашингтона разрешение на совместное участие в производстве этих двигателей, так как намерен оснащать каждый истребитель КАН двумя F-110 до тех пор, пока они разработают собственные модели двигателей. В Турции до сих пор используются боевые самолёты F-16. В них используются турбовентиляторные двигатели F-110. В то же время были разработаны первые прототипы в рамках национального закона о боевых самолётах. Сейчас рассматриваются несколько вариантов производства двигателей. Один из них — это производство совместно с американскими F-110. Нужно отметить, что технология усовершенствования двигателей в Турции достигла очень высокого уровня, и нужно продолжать развитие в этом направлении. Этот истребитель создаётся с 2017 года в рамках программы «Национальный боевой самолёт». Планируется, что в 2028 году начнётся его серийное производство. Турецкие власти ранее заявляли, что по тактико-техническим характеристикам КАН превзойдёт американский F-35 и в перспективе заменят стоящий на вооружении военно-воздушных сил Республики-истребители F-16. «Переговоры с Соединёнными Штатами пока продолжаются. Это очень важно для Турции. Поэтому этот вопрос часто поднимается на дипломатическом уровне. Получение таких возможностей выведет Турцию на новый уровень в оборонной промышленности». Как отмечает Блумберг, первый полёт КАН запланирован на январь 2024 года. Ранее министр национальной обороны Турции Яшар Гюлеш заявлял, что боевой самолёт КАН поступит на вооружение армии не позднее 2032 года. В Иерусалиме в так называемом армянском квартале произошло столкновение между армянскими радикалами и евреями. Есть задержанные и пострадавшие. Спор возник вокруг территории под названием «Коровий сад». Шамистан Мамедов разбирался в ситуации. Продали, а теперь требуют обратно. Армяне устроили очередную провокацию в Иерусалиме. На территории под названием «Коровий сад» произошли столкновения между армянскими радикалами и евреями. Израильская полиция попыталась разогнать демонстрантов. Есть задержанные. В апреле глава Иерусалимского патриархата армянско-апостольской церкви архиепископ Нурхан Манукян сдал в аренду израильскому бизнесмену на 99 лет часть так называемого армянского квартала. Речь идет о площади 8 тысяч квадратных метров. Соответствующие документы подписаны, а деньги выплачиваются. Но проживающие на этих землях армяне потребовали отмены решения. Как выяснилось, многих просто не устраивает сумма. Из-за соглашения с израильскими бизнесменами патриарх армянско-апостольской церкви изолировался в монастыре, а священник, стоящий за сделкой, был лишен сана и сбежал Лос-Анджелия. Церковь отказывается сообщать подробности скандальной сделки. Власти Армении, считает местное общение, также умыли руки от этого вопроса. Мы обратились с письмом к израильской компании, но там не хотят придавать нам значения. Мы, армяне, предложили мирный переговор, а противоположная сторона прибегла к провокации. Они привезли свои бульдозеры и начали очищать территории. Выяснилось, что бизнесмен израильского происхождения намерен превратить часть так называемого армянского квартала в автостоянку и роскошный отель. Им будет управлять компания One and Only, действующая в Дубае. Известный израильский архитектор Моша Сафди уже сообщил, что будет проектировщиком отеля. Строительство начнется, как только будут завершены земляные работы на парковке. Они и вправду думали, что мы испугаемся и покинем эти территории. Но мы не собираемся этого делать. Это наша земля. Мы будем здесь и дальше жить. В том самом квартале проживают около двух тысяч человек. Церковь пообещала помочь всем жителям в случае выселения. Но многие из них требуют больше денежной компенсации. Самой Армении также испытывают неприязнь к евреям. Только в этом году единственная синагога в Ереване неоднократно подвергалась вандализму. Здание пытались даже поджечь. Азербайджан ведет последовательную работу по нейтрализации угроз стране. В 2023 году на различных международных площадках были пресечены антиазербайджанские инициативы. Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года. Он также подчеркнул, что в последние годы антиазербайджанские инициативы на международных платформах стала выдвигать и Франция, которая после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности уже не могла скрывать свою проармянскую позицию. Париж сделал Азербайджанно-армянскую повестку дня составной частью своих отношений с Азербайджаном, подчеркнул Байрамов, отметив, что позиция Франции всегда была проармянская. Однако, являясь посредником в карабахском урегулировании, она на протяжении долгого времени мастерски скрывала это. Помимо этого, дипломат заявил, что армяно-азербайджанский переговорный процесс не должен становиться заложником третьих стран. Джейхун Байрамов предложил провести переговоры глав МИД Азербайджана и Армении на границе двух стран. Он также выразил надежду на встречи в Баку и Ереване. О широкомасштабных информационной кампании против Азербайджана на Западе мы поговорим с Зауром Садык Байли, юристом, политологом из Франции. Заур, добрый вечер. Добрый вечер, Тали. Сейчас очень множество западных СМИ разного уровня известности ставят перед собой задачу по очернению Азербайджана. К сожалению, Франция также не стала исключением. И вот некоторые СМИ, это и страны сейчас пытаются героизировать, как мы видим, армянскую оккупационную армию, бандформирование армян. Вот для чего ведется такая достаточно большая, обширная информационная кампания против нас? И к чему может привести антиазербайджанская политика Франции? Ну да, абсолютно верно. С сентября, то есть там уже был у нас такой позыв, порыв. Это длится уже несколько лет, да, с 2020 года. Я много раз с тобой, с другими коллегами из Сибисея раскрывал этот механизм. Это армянское лобби, которое взяло в заложники французский эстеблишмент и французские медиа. Есть несколько таких известных журналистов, да. Я часто привожу этого Жан-Крестова Бельсона несчастного. Есть еще этот Томас Рукетт. В основном это Фигаро, да, и такой, сейчас такой пиар, потому что Фигаро, вот этот Фигаро и Фигаро магазин 100% проармянский. Это очень досадно. Ну и другие каналы НПТ2. Редко у нас получается давать эту информацию. Я говорил о Радио Куртуази, о Майке Боровском. Это очень интересный журналист. Есть наши друзья во Франции, которые тоже... Но я думаю, что вот это все я много раз говорил за 26 лет тех, что я прожил во Франции. Ничего не изменилось, потому что нам нужно формировать французский контент. Пока мы это не сломаем, пока у нас не будет альтернативной информации, это все будет продолжаться. Другой альтернативы нет. Я знаю, что в нашем обществе и в нашей диаспоре есть две позиции. Одна заключается в том, что Франция пропавшая страна, ее нужно забыть, не обращать внимания. Вторая, которой я предъявил, что нельзя молчать, нужно делать все, чтобы, значит, это сломать. Еще один, скажу еще одну вещь. История нас научила, что на самом деле молчать нельзя. Насчет деструктивной вот этой позиции, я хочу сказать, что на самом деле отношения сейчас между странами очень холодные в связи с этими последними событиями. И еще раз хочу, чтобы и в Париже, и в Баку хорошо это понимали, что это все только на руку армянскому лобби. То, чего хочет добиться армянская лобби, могу сегодня с полной ответственностью заявить, это сделать все, чтобы разрушить наши отношения, чтобы закрыли оба посольства, отозвали послов и расторг дипломатические отношения. Это все, чего они могут добиться, это все, чего они хотят сегодня добиться. Потому что они думают, что таким образом Франция станет врагом Азербайджана и можно будет получить от этого дивиденды. Это нужно понимать и это нужно упреждать. Это моя позиция. Ну вот, действительно, публикации во французских СМИ, они носят откровенно однобокий, предвзятый проармянский характер. И в тех же изданиях ничего не говорится и об азербайджанцах, которые более 30 лет назад были изгнаны из Армении. Вообще, если говорить о нынешнем отношении между Азербайджаном и Францией, ты сейчас подчеркнул это, действительно, на самой низкой точке за последние 30 лет, как дальше будут складываться наши взаимоотношения? Ну, Телли, есть, все понимают, я понимаю, что очень много сейчас обсуждается, обсуждалось на CBC, на других платформах. У меня другая позиция, я к юристу говорю, когда идет следствие, тем более по такому очень деликатному делу, где есть, значит, ну, как бы обвинение в шпионаже, нельзя раскрывать детали этого дела, нельзя раскрывать подозреваемых этого дела. Я считаю, что это неправильно, ну, другие коллеги, эксперты так не считают, я считаю, что это неправильно. И еще раз подчеркну, это все на пользу армянского лобби, если какая-то информация просочится в прессу, это тоже будет с их легкой руки, они все захотят сделать для того, чтобы взорвать, значит, это понятно, что во Франции тоже полетят головы, я с полной уверенностью это говорю, но нужно это понимать. Опять-таки, еще раз хочу сказать, используя опять-таки CBC, какую-то платформу, площадку, спасибо CBC, много раз вот эти месседжи, которые мы во Франции пытаемся дать, вы передаете. Обращаюсь к Эммануэлю Макрону с полной ответственностью, и Катрин Каланат. Вся ответственность полностью лежит на вас, в том, что сейчас происходит. Франция должна понимать, что невозможно будет арестовать азербайджанских журналистов в Париже или где-то, да, на французских территориях. Невозможно будет закрыть азербайджанские ассоциации и не получить за это ответ. Тем более, оснований для этого никаких нет. Сегодня опять и сливают какую-то информацию в Твиттере. Я не называю фамилии, но все знают, о чем я говорю, о ком я говорю. То есть, это нужно понимать. Это лимит, к которому мы подошли. Опять-таки, напоминаю, во все усыщение заявляю, конечно, очень сильно благодарю Анну Буайон, которая в ноябре меня приняла, 6 ноября, в посольстве. Полтора часа мы с ней говорили. Все, что нужно было, я ей тогда сказал. Франция знает нашу позицию как диаспоры. Тем более, что я пришел с ней, как говорится, с миром, сказав, что мы очень обеспокоены этим. Если мы что-то можем для этого сделать, мы готовы это сделать. Поэтому еще раз говорю, что сегодня, значит, работа посла Франции в Азербайджане и вот этого шифратора, который там сидит, это все это зашифровать и отправить кому нужно. Потому что завтра будет уже поздно. Завтра будет цепная реакция и после этого будут очень-очень большие последствия. Поэтому еще раз говорю, нужно всем успокоиться, в том числе и нашим коллегам, экспертам, имейте, потому что не нужно подливать масло в огонь. Идет следствие, идут переговоры, это ясно. Но все идет, значит, месседж сегодня, который дается Франции, что сегодня нужно остановиться, потому что сегодня понятно, что произошли какие-то движения. На это получил, значит, они получили ответ. Сегодня, я думаю, что взаимной высылкой дипломатов на этом нужно остановиться, вернуться назад. И я думаю, что 1 января, 31 декабря в полночь, как говорят юристы, это очень хороший, значит, повод, чтобы восстановить все, перегрузить систему и с Нового года начать с нового контента, с этого жеста, который мы ждем от Франции, чтобы началась оттебель и нормализовать наши отношения. Зав, что ты можешь сказать по переговорному процессу? Ну, я всегда говорил, еще раз говорю, в моем понимании мирный процесс необратим, подписание мирного договора необратимо. Вопрос, где он будет и когда. Я так понимаю, что двухсторонняя вот эта площадка, она имеет свои плоды. Ехум Байрамов абсолютно правильно сказал. Блестящая инициатива, на самом деле, нашего министра на развитии, потому что предложить встречу напрямую со своим армянским коллегой в нейтральном зоне, на границе, это очень хорошая перспектива, но опять-таки, думаю, что вообще все понятно, да, и на глазах у всего мира президент Ильхам Алиев использовал очень хорошо Азербайджанскую дипломатическую академию, это был очень сильно такой ход, да, как вы называете, пиар, значит, политической коммуникацией, то есть собрать всех вот этих международных экспертов в значимых международных отношениях и три часа им все это объяснять, распредь все карты. Естественно, после этого никакая, значит, пресса, даже какая бы не проармянская, не может сказать, что Азербайджан не хочет мира, Азербайджан хочет мира. Сегодня из заявления министра понятно, что Азербайджан понимает, что, значит, эти вопросы какие-то могут быть использованы третьими силами, чтобы затормозить переговоры, поэтому даже вот такие вопросы спорные, как о делимитации, значит, границ, а вот селах, об анклавности этих сел или неанклавности, мы можем оставить их на потом, главное подписать рамочный документ, признать территориальную целостность друг друга, да, чтобы Армения отказалась от притязаний и, естественно, пойти вперед. Конечно, с моей стороны, как представитель западных азербайджанцев во Франции, да, как человека, который сам вот в этом очень давно, очень долго этого ждет, конечно, это, значит, большая надежда у нас была и у меня лично, что один из параметров переговоров будет, как говорится, вот этот фактор возвращения западных азербайджанцев в Армению. Но я скажу одно, знаете, в английском языке в юриспруденции есть такое название, такое понятие side agreement, когда у вас есть основной договор и у вас есть рядом еще один договор. То есть я вообще не удивлюсь, если после основного вот этого рамочного договора, значит, мирного договора, после этого будет еще один договор, который будет, может быть, один, второй, третий или его приложение, где будут вот эти вопросы, значит, обсуждены, подписаны и так далее. То есть самое главное, как говорится, начать, и чтобы потом дальше это пошло. А все остальное, это, конечно, ну, на всех глазах у всех, у тебя отели, у меня, у всех у нас, это попытки заокеанских вот этих всяких дядь, да, всяких вот этих воспевал и армянского лобби, всеми правдами и неправдами, найти возможность, затормозить это, не дать Пашинян сделать эту, значит, смелый шаг, взять на себя историческую ответственность политическую и подписать, значит, этот рамочную ногу, я думаю, что это, к этому нужно идти, и я думаю, что это уже неизбежно, это, скорее всего, произойдет, если не до 31 декабря, значит, до полночи, как подарок нам, нашим двум народам, то это произойдет, наверное, в начале следующего года. В этом я почти уверен. Спасибо, спасибо большое. В любом случае, Азербайджан, конечно, не намерен предпринимать какие-либо шаги против Франции, и мы надеемся, уже в следующем году вопрос с мирным соглашением будет решен. Благодарю тебя за комментарии, а напомню, Заур, Садык Байли, юрист, политолог из Франции к нам подключался. Сегодняшний день запомнится украинцам самым мощным массированным ракетным обстрелом. Информация о количестве взрывов менялась каждый час. Так, взрывы были слышны сразу в нескольких городах Украины. Число погибших и раненых продолжает увеличиваться. 29 декабря Воздушно-космические силы России нанесли самый массированный удар по всей Украине с начала войны. В ряде областей страны сработала воздушная тревога. Попадания были зафиксированы в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе, во Львове, Харкове, Сумской, Хмельницкой и других областях. По словам президента Украины Владимира Зеленского, всего российская армия выпустила около 110 ракет. Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале. Кинжалы, С-300, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101, Х-505. Большинство запущенных ракет удалось сбить. К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям. Мои соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Удары по Киеву наносили с помощью беспилотников и ракет разных типов. Воздушная тревога объявлялась столице Украины трижды и продолжалась почти пять часов. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о 18 раненых. Во время последней тревоги столица была атакована несколькими десятками ракет разного типа. Они заходили на город волнами и по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более трёх десятков воздушных целей. В результате ударов в Киеве погибли два человека, ещё 18 получили ранения. Стоит отметить, что согласно последним данным, в результате ракетного удара российской армии по Украине погибли 16 человек. Более ста получили ранения. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. Известно о возгорании жилых многоэтажных домов, о пожаре в одном из лицеев в торговом центре. Также было повреждено здание станции метро «Лукьяновская». Балифа Бахшиева, Си-Би-Си. Президент Сербии Александр Вучич в своём обращении к общественности заявил, что не позволит протестующим против правительства украсть волю народа. Накануне сербская оппозиция пообещала продолжать акции протеста до отмены итогов выборов, которые она считает сфальсифицированными. Следующий митинг запланирован на 30 декабря. Александр Вучич в обращении к народу анонсировал завершение повторного голосования 30 декабря. Сербский лидер заявил о правомерности действий властей в отношении протестующих, обвинив оппозицию в безответственности и попытке разрушить жизни других людей. Власти страны отрицают нарушения на выборах, считая происходящие в Сербии митинги попыткой вмешательства внешних сил во внутреннюю ситуацию. 30 декабря выборы на повторных избирательных участках завершатся, Республиканская избирательная комиссия выполнит свою работу, и мы постепенно перейдем к институции национального собрания в январе. Вот и все. Я не могу участвовать ни в обвинении, ни в судебном разбирательстве, но я вижу, что некоторые арестованные были отпущены под домашний арест, некоторые из признавших свое преступление были освобождены полностью. Удивительно, как вы можете быть настолько безответственными, что играете с жизнями других людей, потому что просто хотите занять место у власти, потому что вы не способны получить голоса народа, поскольку вам никто не верит. Но тем не менее, вы будете разрушать жизни других людей, чтобы прибрать к рукам власть и иметь возможность уничтожить страну. Это такая безответственность, что нет слов. Тем временем протесты в Сербии продолжаются. Студенты и активисты, протестующие против официальных результатов выборов в парламент, а также в региональные и местные органы власти, объявили сидячую забастовку. Они намерены блокировать правительственные учреждения и прилегающие к ним улицы, вплоть до намеченной на 30 декабря демонстрации в центре Белграда. В планах оппозиционного блока «Сербия против насилия» добиться проведения новых выборов. Оппозиция заявляет, что не прекратить демонстрации до аннулирования итогов выборов. «Забастовки дают мне большую надежду на то, что вся эта борьба имеет смысл, потому что мы, по сути, обращаемся к международному сообществу. В этом и заключается цель протестов – создать независимую комиссию, которая бы рассмотрела эти итоги выборов и на основе уже имеющихся доказательств аннулировала их. Мы пойдем до конца. Мы также будем подавать ходатайство в Конституционный суд. Мы будем использовать абсолютно все имеющиеся в нашем распоряжении механизмы, потому что у нас есть доказательства». «Мы здесь, чтобы оказать поддержку студентам и всем арестованным в ходе последних протестов. Мы хотим сказать им, что они не одиноки и что есть такие люди, как мы, которые свободны, которые подбадривают их и ждут, пока их освободят». Западные наблюдатели заявляют о том, что в ходе последних выборов были якобы выявлены нарушения. Однако официальные сербские власти не согласны с этим заявлением. За протестами оппозиции в Сербии стоят западные спецслужбы, в особенности американская, британская, французская и немецкая, заявляют власти страны. Эллада Мумедова, Сибиси. Экспериментальный легководный ядерный реактор КНДР в Йонбьоне может быть полноценно запущен летом 2024 года, сообщил министр обороны Республики Кореи Син Вон Сик. В то же время министр отметил, что реактор вряд ли будет использоваться для производства плутония для ядерного оружия. Глава ведомства также отметил, что он и его подчиненные проследят за ситуацией на тот случай, если КНДР смогут найти способ произвести оружейные плутонии с помощью легководного реактора. Ранее в МАГАТЭ также заявляли, что Северная Корея могла ввести в работу легководный реактор, способный производить плутоний. Мы начали фиксировать признаки спуска воды, использованные для охлаждения реактора летом прошлого года. А для начала полноценной эксплуатации потребуется примерно один год. Соответственно, реактор на данный момент работает в тестовом режиме с целью улучшения оборудования. Однако КНДР вряд ли воспользуется этим реактором для получения плутония с целью производства ядерного оружия. До сих пор не было такой страны, которая создала ядерное оружие, получив плутоний с помощью легководных реакторов. В то же время Синвун Сик не исключил, что этот реактор может быть использован в военных целях. По словам южнокорейского министра, реактор может пригодиться при экспериментах по созданию ядерной силовой установки для атомных подводных лодок и при производстве трития, необходимого для создания водородной бомбы. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поставил перед армией и предприятиями военной промышленности, в том числе связанными с производством ядерного оружия, с задачей ускорить подготовку к войне. Соответствующее заявление он сделал в конце 9-го пленума Центрального комитета трудовой партии Кореи. Точняется, что лидер КНДР распорядился принять такие меры в связи с серьезной военно-политической ситуацией на Корейском полуострове. Такие меры следует принять в связи с серьезной военно-политической ситуацией на Корейском полуострове, которая накалилась до предела из-за беспрецедентных происков США и их сателлитов. Необходимо расширять и развивать отношения стратегического сотрудничества с антиимпериалистическими и самостоятельными странами. Власти Казахстана исключили движение «Талибан» из списка запрещенных организаций. Об этом сообщил официальный представитель МИД этой страны Айбек Смадияров. По его словам, Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в стране организаций в целях его актуализации. Так, в рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения «Талибан» в соответствии с практикой ООН. Он также отметил, что дипломатические контакты с организацией будут развиваться в рамках принятых решений и резолюций Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Касательно политических контактов, Смадияров подчеркнул, что Казахстан и далее будет строго придерживаться принимаемых Советом безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН решений и резолюций. На сегодняшний день «Талибан» во многих странах мира признан запрещенной террористической организацией. В 2021 году движение пришло к власти Афганистана после того, как из страны были выведены американские войска. В октябре представители «Талибана» приняли участие в китайском форуме «Один пояс – один путь». Несмотря на то, что на момент встречи ни одно мировое правительство не признавало легитимность власти талибов, афганские представители регулярно ездили с официальными визитами на региональные встречи и продолжают это делать и сейчас. Казахстан и вообще страны Центральной Азии, в первую очередь Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, мы очень тесно, если не ограничим, то, по крайней мере, взаимодействуем с Афганистаном и любые события, которые происходят нам, очень больно скатываются на нашей регионе. Поэтому перед нами выборы о том, что будем ли мы налаживать отношения с какой-либо группировкой, которая имеет реальную власть в этой стране, она не стояла. Просто был вопрос о том, на каких основаниях, как это сделать. Потому что полностью игнорировать существование Афганистана мы не можем. Компания «Сукар Грин», созданная нефтекомпанией Азербайджана, будет специализироваться на проектах в сфере возобновляемой энергетики, производства зеленого водорода и управления углеродом. О том, какие это открывает возможности для развития экономики страны, расскажет Анастасия Панарина. Анастасия, добрый вечер. Ну что ж, какие важные задачи стоят перед новой компанией «Сукар Грин». Добрый вечер, Телли. Компания будет внедрять в Азербайджане лучшие мировые практики и технологии, обмениваются опытом с зарубежными партнерами для достижения наилучших результатов в зеленой энергетике. Вот об этом и многом другом прямо сейчас в рубрике «Финтаймс» и «Карбарэн». Один миллион монатов выделен Государственному агентству автомобильных дорог. Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхам Алиева, средства направляются на выполнение первоначальных работ по ремонту дорог в Шабранском районе. Реконструируемый участок начинается от пункта Гандоп и пролегает до селения Гюнашли. Эта дорога соединяет три населенных пункта, где проживает 4000 человек. Отметим, что 11 километров этой дороги относятся к магистрали республиканского значения «Баку. Граница с Россией». Другим распоряжением президента Азербайджана 350 тысяч монатов будет направлено на ремонт дорог в Ясамальском районе столицы. Компания «Сокар Грин», решение о создании которой принято государственной нефтяной компанией Азербайджана, предстоит заниматься решением важных задач. Среди них развитие возобновляемой энергетики и декарбонизация нефтегазовых операций. Создание этой компании является ответом на поручения, вытекающие из распоряжения президента Азербайджана от 25 декабря об объявлении 2024 года «Годом солидарности во имя «Зеленого мира». Основными целями «Сокар Грин» будут эффективное управление стратегическими проектами ВИЕ, расширение сотрудничества в альтернативной энергетике с международными партнерами. Госкомпания уже сотрудничает с «Маздар» и «Би-Пи» в строительстве ветряных и солнечных электростанций общей мощностью 1 гигаватт на суше, а также строительству солнечной электростанции на 240 мегаватт в Джабраиле. Планируется установка солнечной и ветряной электростанции в Нахчеване совместно с «Аквопауэр», «Маздар» и «Энерджичайна». Компания «Сокар Грин» – это, опять-таки, разрешение всех стратегических и инвестиционных проектов, которые на сегодняшний день главны для Азербайджана с точки зрения экономического источного развития возобновляемых источников энергии. Соответственно, этому надо сказать, что возобновляемые вопросы, которые решаются по возобновляемым источникам энергии, они являются для нас главвенствующими, так как мы здесь прекрасно понимаем, насколько важно было открытие городах солнечной электростанции совместно с компанией «Маздар», что также является главным здесь историческим событием, а также примером для многих стран того, что Азербайджан на сегодняшний день, как приоритет своей энергетической потоконтой, принимает, конечно же, в большом количестве использовать возобновляемые источники энергии. Деятельность «Сокар Грин» не ограничится реализацией проектов в сфере возобновляемой энергетики, производства зеленого водорода, улавливания, утилизации и хранения углерода. Также новой компании предстоит оказывать необходимую поддержку подготовки стратегических дорожных карт по сокращению выбросов углекислого газа по всей стране. Компания будет внедрять в Азербайджане лучшие мировые практики и технологии, обмениваться опытом с зарубежными партнерами для достижения наилучших результатов зеленой энергетики. «Сокар Грин» является важным шагом в направлении устойчивого развития Азербайджана. Поставленные перед компанией задачи позволят не только снизить негативное воздействие на окружающую среду, но и создать новые возможности для развития экономики и укрепления энергобезопасности страны. Производство зеленого водорода, который также является главным, располагающим на сегодняшний день на повестке дня, является прежде всего тем, что новая операционная модель компании «Грин» будет располагаться на международный опыт и внедрение международного опыта как раз-таки в областях энергетики, что, соответственно, также будет повышать экономическую устойчивую эффективность в сфере действия отраслей экономики. Азенерджи в текущем году построила 12 подстанций и гидроэлектростанций на освобожденных территориях Азербайджана. Так, при участии президента Ильхама Алиева была введена в эксплуатацию перекрестная подстанция 330 кВт «Джабраил». Она построена в рамках проекта международной энергетической цели «Азербайджан, Турция, Европа». В соответствии со стратегией зеленой энергии в выходящем году в Кельбаджарском районе после реконструкции были открыты малый ГЭС «Черак-1» мощностью 8,3 мегаватта, «Черак-2» в 3,6 мегаватта, «Гамышлы» на 6,3 мегаватта, «Соек-Булах» в 5,3 мегаватта и «Майдан» мощностью 3,4 мегаватта. Параллельно Азенерджи заново построила 110-киловольтную подстанцию «Горчу» в Лачине и городскую узловую подстанцию. Также в Лачинском районе реконструированы и введены в эксплуатацию малый ГЭС «Мишни» на 8,2 мегаватта и «Ахаслы» мощностью 6 мегаватт. Президент Ильхам Алиев также принял участие в открытии недавно построенных ГЭС «Джахангир-Бейли» на 10,5 мегаватт, а в декабре состоялось открытие узловой подстанции «Ахдам» мощностью 110 кВт. В 2023 году на освобожденных территориях было начато строительство 9 электростанций Азерэнержи и в настоящее время продолжается строительство 12 гидроэлектростанций в Карабахе и восточном Зангизуре, которые будут производить экологически чистую зеленую энергию. На нескольких из них работы уже завершены. Эти 12 станций планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Продолжая тему потенциала южного газового коридора, подчеркнем, что будущее данного азербайджанского трубопровода не ограничивается его экспортными возможностями. Преимущества ЮГК распространяются и на соседние страны, и в другие сегменты энергетической отрасли. Подробнее об этом в следующем сюжете. Помимо азербайджанского топлива, для заполнения ЮГК рассматриваются также экспорты в Европу газа из других источников. Первоочередными поставщиками для южного газового коридора сегодня считаются Туркменистан и Иран. Баку, Ашхабад и Тегеран в 2021 году договорились о своповых поставках, то есть обмене газом. По мнению экспертов, если расширить это соглашение до полноценного международного экспортного проекта, то можно будет увеличить поставки газа из Туркменистана и Ирана в Азербайджан, в территории которого голубое топливо будет отправляться в страны Евросоюза. Кроме того, с месторождения Дослог, совместно разрабатываемого Азербайджаном и Туркменистаном, также мог бы поставляться газ для экспорта в Евросоюз по ЮГК. В случае подключения к проекту таких стран, как Иран, Туркменистан, Ирак, объем экспорта составит 30-40 млрд кубометров в год, что уже начнет составлять серьезную конкуренцию России, Авжиру, Норвегии и поставщиками Оландии в Европу. Посоединение новых участников к проекту подчеркивает его привлекательность. С учетом интереса и динамичного развития новых рынков, азербайджанский газ может оказаться востребованным. Этот проект усилил также роль нашей братской Турции, как весомого поставщика газа в Европу, и Турция становится газовым хабом для Европы. Обладая достаточными ресурсами, Азербайджан неоднократно подтверждал свою готовность увеличить добычу и экспорт газа. За 11 месяцев 2023 года поставки азербайджанского голубого топлива в Европу превысили 10 млрд кубометров. Это 49% общего экспорта страны. Азербайджан планирует ежегодно наращивать на 1 млрд кубометров поставки по коридору газа, добываемого на Шахданис. Производство газа в стране последние годы неуклонно растет, и по прогнозам в 2023 году составит около 49 млрд кубометров. К 2028 году Баку планирует увеличить добычу газа и за счет других месторождений, включая Абширон и Умид. Однако для загрузки увеличиваемых мощностей южного газового коридора будет требоваться все больше и больше голубого топлива. Это означает увеличение инвестиций в разработку новых и структурированных газовых залежей. Так планируется задействовать в третью фазу проекта Шахданис, благодаря чему к 2030 году с месторождения могут извлекаться дополнительные 15 млрд кубометров. Другим богатым месторождением, ждущим освоения, является Карабах. Его запасы оцениваются в 13 млрд кубометров. Здесь добычи должны начаться в 2025 году. А первая фаза позволит добывать около 1,5-1,8 млрд кубометров газа ежегодно. В азербайджанском газе на всех рынках есть потребность. Смотрите, сегодня Евросоюз, Европа используют ежегодно около 500, чуть выше 500 млрд кубов газа. Это ежегодный их объем. Мы поставляем в районе 12-13 млрд кубов. Есть политическая воля господина президента, и есть, естественно, экономическое обоснование, есть возможности. Это касается не просто цифр, это касается того, что наши газовые возможности намного больше. Проект «Южный газовый коридор», будучи одним из звенек внешнеэнергетической политики Европейского Союза, стал геостратегической реальностью, при которой Азербайджан под руководством президента Эльхама Алиева начал выступать гарантом энергетической безопасности Европы на долгосрочную перспективу. Китай по итогам уходящего года впервые станет крупнейшим в мире энергопартером автомобилей. По данным газеты Nikkei, предварительные итоги экспорта за 11 месяцев, собранных в КНР, автомобилей показали рост почти на 58,5%. За этот период продано 4,4 млн авто. Для сравнения, менее 4 млн машин составил экспорт Японии, которая в последние годы лидировала в мировом рейтинге. Одним из главных факторов укрепления позиций Китая стало увеличение продаж на российском рынке, откуда из-за санкций ушли европейские и японские компании. За 11 месяцев года Китай поставил в Россию около 730 тысяч автомобилей. На втором месте Мексика, куда отправлено 330 тысяч китайских автомобилей. Китай также значительно расширил миловую экспорт электромобилей и других транспортных средств на альтернативных источников энергии. Помимо Европы, китайские электромобили набирают популярность и в Юго-Восточной Азии, вытесняя японские компании. Расположенный в самом сердце пустыне Гоби город Хами в Сынцзянь в Уйгурском автономном районе Китая превращается в оазис зеленой энергии. Имея сильные ветра и обильный солнечный свет, в городе установили крупные ветряные турбины и фотоэлектрические панели. Солнечная станция на расплавленной соли занимает 444 гектара. На ней установлено 14,5 тысяч гелиостатов. Станция использует отражение от них тепло, отслеживая траекторию движения. Затем соль поступает для хранения в резервуары в основании станции. Расплавленная соль, известная своими теплосберегающими свойствами, обеспечивает непрерывную выработку электроэнергии даже в ночное время. Кроме того, благодаря трем зонам штормовых ветров город Хамил установил 10 установок, каждой мощностью 5 мегаватт. Природные ресурсы, такие как ветер и солнечный свет, непредсказуемы, что делает устойчивую выработку электроэнергии реальной проблемой. Применяя дополнительные режимы, мы можем генерировать энергию с помощью света, когда ветер прекращается, и наоборот. Избыточная мощность накапливается в системе накопления энергии. Это позволяет максимально использовать природные ресурсы и повышает стабильность выработки электроэнергии. Сейчас в промышленной зоне обосновались 14 энергетических компаний, которые производят ветряные турбины по новым технологиям. Согласно последним данным, опубликованным государственной сетевой корпорацией, Синьцзянь лидирует в Китае по установленной мощности новых источников энергии – 20 миллионов киловатт, что в пять раз превышает общую мощность, установленную в 2022 году. В будущем мы станем использовать богатые природные ресурсы региона, такие как ветер, свет и солнечная энергия, для создания базы солнечной энергетики гигаваттного уровня. Цель состоит в том, чтобы сформировать комплексную производственную цепочку высококачественного оборудования для хранения энергии, охватывающую производство, исследования, разработки и другое. Мы будем работать над тем, чтобы эта инициатива заложила прочную промышленную основу для достижения пика выбросов углекислого газа и углеродной нейтральности. Ну что же, это были все новости экономики на сегодня. Мы будем продолжать следить за ходом событий как в мире, так и в регионе. Но об этом в следующих выпусках. Спасибо большое. Но у нас к этому часу тоже все. Это был вечерний выпуск новостей. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин